Всем привет! Вы смотрите канал Данила Кулеша. Сегодня мы с вами поговорим про приложение Replay, про которое нам рассказывали со сцены на презентации новых iPad'ов. Итак, поехали! Переходим в приложение и нажимаем на пиктограмму видеокамеры. Здесь нам необходимо выбрать либо несколько фотографий, либо несколько видеодорожек, из которых впоследствии приложение сделает видеоряд. Давайте выберем все вот эти вот фотографии и нажимаем на кнопку. После чего в автоматическом режиме начинается проигрывание видеодорожки. Поскольку я пишу только экран, звука вы не слышите, но если вы установите данное приложение по ссылке из описания, вы сможете убедиться в том, что звук здесь также есть. По умолчанию доступно три бесплатных шаблона. Это Grammy, далее Epic и также шаблон Dendy. Имеется также много разных шаблонов, но они уже доступны за отдельные деньги. Нажимаем на пленку и здесь мы можем отредактировать каждой из фотографий или видео. Например, выбрать точку фокусировки. Например, следующим образом это работает. Также мы можем написать какой-то титр. Например, давайте напишем клавиатура. Далее мы с вами можем продублировать данный слой и также можно удалить любой из слоев. Можем перемещать наши видеодорожки или фотографии местами. Для этого зажимаем и перетаскиваем в нужное нам место. Нажимаем на галочку и переходим в пунктик с музыкой. Здесь мы можем выбрать какую-то музыкальную композицию. Доступно по умолчанию три, вернее четыре, но также вы их можете докупить. Ну и последняя вкладочка. Это у нас с вами настройки. Здесь мы можем выбрать формат нашего видео. Это 16 на 9 или также один к одному, например, для того, чтобы залить это все дело в Инстаграм. Ну, собственно, наверное, все. Давайте нажмем на галочку. Здесь нам предлагают зашарить нашу видеодорожку в Facebook, Twitter, YouTube, электронную почту, WhatsApp или Инстаграм. Также можем разместить в реплей и сохранить в фотопленку. Кстати, забыл сказать, для того, чтобы убрать вот этот значок реплей, необходимо заплатить денежки. То есть, для того, чтобы купить все это стоит у нас 9 долларов 99 центов, а убрать вот этот вот водяной знак стоит доллар 99 центов. На этом, собственно, все. Ссылку, как всегда, вы найдете на это приложение в описании под этим видео. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на группу ВКонтакте, ставьте лайки под этим видео, делитесь этим видео в социальных сетях. Всем спасибо за просмотр. Пока!